Это система видеосудейства и видеофиксации, видеоповторов. Видеоповторов, да? Да. То есть это такая серьезная профессиональная система, которая позволяет с большой точностью определять и фиксировать момент. Плюс сами камеры. Ну вот, собственно, вон она висит камера, на воротах одна, но там на балочке третья, вторая, и на тех воротах еще одна. Вот, и при этом, ну нет особенных опасений, что в нее там мячик попадет, и она сломается, то есть специально все рекомендуется. Привет, расскажите немножко про вашу деятельность. Да, конечно. Это система видеоповторов, а это система для видеосудейства, которая также поддерживает повторы. Можно назад отмотать, вперед выставить. Нет, здесь можно выставить метки для того, чтобы отправить повтор прямой. А вот вы камерами дистанционно можете управлять, поворачивать их? Или они... Поворачивать нет зум. Зум не ездит? Так. А если вот в такую камеру мяч, например, попадет, она... А там воротная камера, и... Она используется в КХЛ достаточно. Абсолютно? И ей шайба. Ничего не будет. Да, шайба. Сколько она выдерживает попаданий? Точное количество... Не знаю, дешевого вальтаря с конками вряд ли. Если он туда залетит. А так шайба вообще без проблем. То есть, ну и мячи, естественно, тоже. Вообще, вот такую систему обычному человеку освоить... Сложно ли? Да, несложно. Несложно, да, в принципе? И еще плюс к тому же, она компактная и удобная для транспортировки. То есть, ее лучшая платья может стоять вместе с собой. Быстро развернуть и пользоваться. Из чего, по сути, она вот так вообще состоит? Ну, например, по видеоповторам, да? По видеоповторам? То есть, три плюс один системы, это три камеры на вход и один на вход. То, что вы повторяете на трансляцию, если сервер, ну вот, на юнг, внизу, да. Кавиатура выше, монитор и звук управления. То есть, это... Тут, я так понимаю, самое самое. Самая самая штука, да, для первого. То есть, подключение камер. Значит, здесь есть отмотка событий. Именно покадровая перемотка идет, что нужно найти в конкретном моменте. То есть, мгновенные повторы, то есть, гол, там, повторить. И также нарезку, в конце там матча, то есть, вот, также есть, там, пути замедленного, естественно, там, повтора. Замедляет, да? Да. А вот делать замену. А насколько быстро можно, например, зафиксировать моменты в таких видах спорта, например, как борьба? Знаете, когда нужно быстро, так скажем, промотать назад, да, и спорные моменты. С точностью до кадра. До кадра, да? 25 кадров в секунду, то есть, еще один лишний, который глаз спасется. Это вот с помощью вот этого, да, я такую на куртку штуку делаю? Да, 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 то есть, по кадровому перемотку просто. А давайте посмотрим. И сколько такая система стоит? Сегодня мы, да, технический персонал, сцены, вообще не понимаете. Давай мы вот так сделаем, я тебе оставлю визитку нашу. Да, обязательно. И по тем решениям, которые будут интересны, просто позвонить. И дальше уже... Там это на сайте прям все будет, да? На сайте, наверное, нет. Вот можно звонить прям непосредственно сюда или писать. Вот, мой руководитель, вот, а дальше он просто адресует тем людям, которые... Вот, и мы ребят подключим и сделаем коммерческие предложения уже с деньгами, со всеми дорогами. Хорошо, понял. Потому что я так понимаю, что это тоже можно все скалировать, вот там добавлять, у меня не мешает, как-то, да. Да, да, для видеоследейства, то есть... Да, по кадру. По кадру, это какой у нас? А, вот это вот, да? Да, да. Видеорефери. А, то есть, тут идет включение. Это программное включение тоже? Нет, это... Это зона тоже. Да, это зона, да. Да, это зона, да? Программное включение тоже все, то есть... Для каждой машины отдельно тестируется, проверяется, чтобы клиент получил, чтобы в итоге хороший, качественный продукт. Ну, вот эта установочка, она уже попроще, да? Да, это вот видеосудейство, то есть здесь моноблок, монитор, да, с компьютером, ладом поддерживают. Вот, две камеры на вход, также есть четырехканальные еще решения, там еще touch screen. Тоже, да, можно все камеры вывести на один экран, и также для судей можно на отдельный монитор выводить изображение, то есть основной интерфейс, да, будет здесь, то есть event log, то есть события, там, fall, goal, остановка игры и так далее. Все это приходит, там, с матч-контролем, там, не пассивность. А вот это вот что за что? Это блок управления с камерой, то есть у нас беспроводная оборотная камера, она с аккумулятора работает, но радиоканалы передают картину, вот, вот, вот сюда. Это уже блок управления, то есть здесь кто-то передачи. Понятно, спасибо, ну, ознакомительно, спасибо. Еще что-то у нас есть? Да, конечно. Интересно. И вот, интересное решение. Так, что это? Это интерактивный пол, по сути, такое решение, которое позволяет сделать зал универсальным абсолютно. То есть мы делаем зал, и вся разметка у него, она подбирается под, включается под конкретные мероприятия, то есть это может быть футбольное, баскетбольное и так далее. При этом поле меняется, там, щелчком, я не знаю, там, пульта или чего угодно. Свет идет снизу, да? Да, снизу. Да, Ром. То есть оттуда? Ром, 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 ё-моё. Ты сейчас всех проходят, а ты все время тебя зарезает. Ты очень честно скажешь, что не добры. Сейчас. Интересная выставочка. Давай, если что, звони. Вот она исчезает, её в принципе можно выключить и всё, то есть её там различные цвета, вот и... Зал в Германии, вот он, вот они в теннис играют, вот они в баскетбол, вернее футбол и так далее, и вот они делят. То есть универсальность использования площадки. А из какого покрытия вот это вот? Это закалённое стекло, вот такой сэндвич, вот, и он установлен на специальной алюминиевой раме с демпферами, то есть чтобы ноги не убивались, вот, он специально амортизация, то есть в зависимости от требований зала. Да, там рама алюминиевая такая, очень запатентованная, в ней вся фишка в этой раме. То, что оно... В зависимости от требований, жёсткость может меняться. Ну, там условно говоря, я понимаю, для гимнастов там одни требования, там, условно говоря, для баскетбола другие. Ну, вот такая основная направленность. Ну, можно сделать нечто усреднённое, вот, для того чтобы... Ну, такой универсальный зал. Оптимизация использования площади и вот эти вот разметки, то, что наклеены, да? При этом в Германии, ну, уже есть реализация, там есть частная школа спортивная. Вот это, собственно, реальные снимки, не рендеринг, а всё настоящее. Плюс сюда можно встраивать средства отображения, например, там, дисплей и так далее, и прям картинку использовать. А, прям снимку. Нет, любые картинки, пожалуйста. Видите, вот, выход, ход, можно там обозначить, там, аварийная ситуация, пожар или там что-то случая. То есть она, в принципе, нельзя, она для спортивного должна использовать, правильно? Пожалуйста, танцпол может быть какой-то, да, и так далее. Может, там, днём бадминтон играть, а вечером можно танцевать, и так далее. То есть она... Интересно. Выдерживает стандартные нагрузки, там, 300 кг на метр квадратный, ну, в принципе, очень... 200 кг на квадратный. 300. А, 300, да? А всё на сайте есть вообще, всё полностью, потому что подробная информация такая. Ну, от первого лица как-то... Конечно. Да, вот. Ну, вот, себя представляет покрытие, вот оно, видите? То есть оно трёхслойное получается? Да, это триплекс. Ага. Два стекла и полимер. И методом горячего прессования там запрессован этот триплекс. А это вот керамическая выработка, крошка нанесена специальная, чтобы и матовая поверхность, чтобы не было бликов, а крошка, чтобы не скользила нога. Ага. Вот. В принципе, цвет может быть любой, даже сами можете. Сначала взяли серый, сами потом его плёк, содрали, наклеили зелёную или красную. Ага. Это не вопрос. Ну, такая вот. Интересная. Да, очень интересная. Спасибо. Так, пойдём дальше. Угу. 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 Угу.